Доброе утро, дорогие друзья! У нас с вами опять недельная глава Белла Адха. Ну давайте несколько слов. Главная работа человека в этом мире это исправить себя, а затем уже попытаться нести изменения, исправить весь этот мир. Есть несколько главных ступенек. Первое и самое необходимое, это человек должен понять, что у мира есть хозяин. Как только он это понял, осознал, действительно осознал, то дальше уяснить для себя, что есть еще и цель в жизни. Если мир создан с целью, если есть кто-то, кто создал упорядоченную систему, то обязательно есть цель для этого. Если есть творец, который сотворил мир, сотворил тебя, то без цельного существования быть просто не может. И вот это вот все переворачивает мир. Если у нас есть поставленная перед нами цель, которую мы пока не знаем, это значит, что мы живем с вами с какой-то задачей. Дальше третья ступенька, менее оптимистическая. Надо, к сожалению, понять и почувствовать, что покой и наслаждение, это вещи имеют отношение к миру воздаяния, к следующему миру, к тому, что называется у нас райским садом. Тогда как в этом мире наша цель это только служение и исправление своих качеств. Это испытательный полигон, в котором практически нету никаких расслаблений. Если мы по великому милосердию получаем от него отдых, время на это, возможности, развлечения и так далее, то это просто потому, что он, видя нас, понимает, что без этого нам будет совсем тяжело. А как понять цель прихода нашего в этот мир? Истина состоит в том, к сожалению, что даже если человек послан в этот мир исправить какую-то малюсенькую вещь, какой-то маленький грех, совершенный в прошлой жизни, его служение начинается не с этого исправления. Потому что ремонтировать для того, чтобы дом нужно, сначала дом построили. Даже если человек пришел, повторяю, пришел с маленькой целью, то сначала он строит вот этот весь большой дом своего здания, здания души. И только потом, что человек уже там... Вообще написано в Кабале, что бывает, что человек за мгновение выполняет то, зачем он пришел в этот мир. А зачем тогда вся остальная жизнь? Неужели напрасно? Разумеется, нет. Человек, пришедший в этот мир, уже имеет обязанность построить свою душу от начала до конца. И в дополнение к этому уделять какое-то внимание тому вопросу, который помогает ему диалогу с Творцом. В нашей недельной главе 12 князей Израиля принесли дары для освящения Мишкани, книги нашей. Но ни Колена Леви, ни первосвященник Аарон не приняли участие в этом задании. Как же так? Первосвященник великий. Естественно, что он был расстроен. Порец ему сказал, не печалься. Твоя задача совсем другая. Ты будешь зажигать вечно. Когда первосвященник зажигает минору, то это происходило только в храме. А вот дальше, если вы знаете, то хануккальные огни мы зажигаем по сегодняшний день. Быстро рассказываю одну притчу. Она известна. Это 6-го Любовичского ремы Иосифа Эйцхака. В 1907 году в Израиле улицы освещались газовыми фонарями. В сумерках видно, как фонарщики с длинными палками, значит, одним касанием, подобно волшебной палочке, как в Гарри Поттере, зажигали уличные огоньки. И был свет. Однажды спросили у Любовичского рэбе Шлома Добера, который остановился проездом в городе, в одном рэбе, что такое хасид. Он говорит, хасид это фонарщик. Фонарщик ходит по улицам с огнем, с длинной палкой. Он знает, что огонь принадлежит не только ему. Он ходит от фонаря к фонарю и зажигает. Молодой человек ему говорит, Рэбе, но люди это не фонари. Ты не видишь этого, потому что ты не фонарщик. А как стать фонарщиком, сказал молодой человек. Начни с себя, сказал Рэбе. Добрый человек видит вокруг себя только добро, зло и только зло. Человек, несущий свет, видит возможность светить в других людях так же. Все, я ответил на все вопросы. Человек приходит в этот мир, чтобы зажечь себя, а после этого начать освещать весь мир. Человек приходит в этот мир для того, чтобы найти в своей душе что-то такое светлое, что сможет светить не только ему, но и остальным людям. Станьте компаньоном Творца. Немножко заботьтесь о других, а не только о себе. И вы станете фонарщиком. Спасибо большое, брахавы от лоха.